Ну же, давай! Должно же сработать! У меня какие лечения! Это было случайно! У меня виноваты! Вы все там! Он же был не против! Да вы можете помолчать хоть немного! Последняя надежда на ДТМ! А вы уверены, что у нее что-то получится? Она же бедная неудачница! И стала она доктором внезапно! Она даже не знает, что делает! Да все я знаю! Не мешайте мне спасать жизнь! Ой, надеюсь, все будет хорошо! Ну же! Давай! Очнись! О, нет! Эмма, ты сделала все, что могла! Я? Это я! Это я вина всему! Что такое? Сегодня все! Да, я вину выиграю! Это я тебя выиграю! Итак, дети, собираемся домой, только без шума, пожалуйста! Ну что, Бетик, куда сегодня идем? Ой, ну не знаю, мне все равно! Стелла, там новая приставка вышла, и я ее очень хочу! Может, купишь? Я пойду, мамой! Посмотрим по твоему поведению! Да-да, Макс! Бетик, как тебе мои мускулы? Подруга, что мы будем сегодня делать? Смотрите, что сейчас будет! Эй, бомжиха, ты чего здесь стоишь? Ты вообще-то мне шубу запачкала! Прости, я не хотела! Я просто собирала свои вещи! Подруга, теперь эту шубу нужно будет выгибать! Ее коснулась эта беднячка, и теперь за километр будет понять! Эй, беднячка, ты должна выстирать шубу моей малышке! Эй, ну я же вообще-то просто собирала свои вещи, и она сама меня толкнула! Ах, значит, я виновата? Ты вообще страх потеряла, бомжиха! О, ребят, я предлагаю, пока учительницы нету в классе, проучить эту беднячку! Что? Нет, пожалуйста, только не сегодня, я прошу! А неплохая идея, милый, раз она до сих пор не понимает, что она мусор! Готовься, беднячка, тебе конец! Нет! Пожалуйста, не надо! Не пробовать! Не надо! Что вы себе позволяете? Мужишь, миссис Роза пришла! Бежим! Эй, ну, обернитесь! Я ваших родителей в школу вызову! Ай, бедная Эммочка! Ты так, в порядке? Да, со мной все хорошо! Ну, и в чем я свои вещи теперь домой понесу? Ну, придется! Ай, может, я могу тебе как-то помочь, Эмма? Вы ничем не поможете! Какие же дети в наше время жестокие! Почему нельзя просто дружить? Ладно, пойду в учительскую! Ну, вот почему они постоянно надо мной издеваются? Это все потому, что они богатые и гигабогатые! А я бедная! Как же! Как же я устала! Ой, ты как? Прости, ты в порядке? Ах, опять! Ну, сколько можно меня толкать? Опять? Да я тебя впервые вижу! Как твоя нога? Все в порядке? Вау! Ах, ты головой не ударилась? Мне очень жаль, что ты упала! Прости, я не смотрел, куда иду! Ах, да нет! Со мной все хорошо! Я уже привыкла падать! А что с тобой вообще такое? Почему ты такая грязная? Ах, так надо мной просто пошутили мои друзья! Да! Со мной все в порядке! Ну ладно, как скажешь! Еще раз прости, что толкнул тебя! Ага! Ай! Ну вот же! Ты же и говорила, что все нормально! Ну да, и все и было нормально! Только вот что-то нога начала болеть! Так, а ну-ка дай-ка! Что ты делаешь? Нужно отвезти тебя в больницу и осмотреть твою ногу! Эй! А ты кто вообще такой? Я, я доктор больницы для миллионеров! Доктор больницы для миллионеров? Что? Что? Вы видели вообще ее лицо? Какой же кайф было на это смотреть! Будет знать, как стоять на пути у моей любимой! Да-да, ведь все должны понимать, что я главная! Ведь я гигабогатая! Подруга, с этим никто не спорит! Я ведь тоже богатая и... Не богаче меня! Имей это в виду! Да, прости меня, подруга! Слушайте, обсуждать бомжиху, конечно, весело! Чем мы сейчас займемся? Может, пошли тогда в кино? О, крутая идея, братан! Как раз выходит боевик, который я несколько лет ждал! Нет, мы не будем идти на первые клинжовые боевики! Любимая, но они же классные! Оскар, скажи ей! Я сказала нет! У нас с Стеллой уже есть планы! Поэтому, мальчики, идите куда-то погуляйте! Планы? А, да, есть! Это очень важные планы! На секундочку! А, почему ты мне про них ничего не говорила? Я же твой парень! То, что ты мой парень, не значит, что я должна тебе все рассказать! Пошел, давай! Ох, какая же головная боль с этими парнями! И не говори! Так, подруга, какие планы? Я тебе подыграла, но не понимаю, о чем ты! Короче, если коротко, по пути в школу я встретила очень богатого и красивого врача! А, вот как! Че? Стелла, ну ты что, совсем дурочка! Богатый, красивый, да еще и врач! Такие парни должны быть только моими! Ты хочешь сделать его своим парнем? У тебя же Макс есть! Ой, Макс, это просто игрушка! Он мне уже надоел! У него в голове одни игрушки и фильмы! Ну, хорошо! И что ты тогда предлагаешь? Пойти в больницу к этому врачу? Притвориться, что мне что-то болит? И начать с ним флиртовать! Ну, подруга, ты даешь! Ты просто гений! Я в шоке! Ну, конечно! Я же не просто так гига-богачка! Я тебя умнее и привлекательнее миллион раз! Да, конечно, подруга! Так, пошли! Не тратим ни минуты! Вот так вот! Осторожно, сильно не упирай в себя поврежденную ногу! Почему здесь так темно? Хоть глаз выколи! А, так это еще не проснулся Бен! Бен? А кто такой Бен? Это что, охранник больницы? Ну, он и охранник, и электрик, и помощник доктора, разнорабочий, в общем! Да как такое возможно? Ты, наверное, шутишь, да? Ну, смешно, смешно! Совсем нет! А? Как ты это сделал? Это что, магия? Здорово, жаловать в больницу, доктор Май! Это что за голос такой? И тебе доброе утречко, Бен! Какие новости у нас сегодня в больнице? Бен, ты садись, садись! Тебе нужно уже ножку лечить! Ничего нового! Вместе с Матерь, так как всегда, опаздывает на дежурство, а мистер Комп устал на рабочем месте! Ну да, это в его стиле! Не зря же он охранник года! Ты прости меня, конечно, но... Что это за голос вообще? Откуда он доносится? Бен, а ну-ка представь все мои пациентки! Она хочет узнать, кто ты! Здравствуйте, мой любимый Бен, фио-эндерго-напарник! Бен, я искусственный интеллект, созданный для помощи докторам этой больницы! Очень приятно познакомиться, Бен! Мне приятно познакомиться с вами! Так, Бен, я тут сам разберусь, а ты иди разбуди Рона, а то к нам в больницу кто попало приходить будет! Будет Рона! Вау, эта больница такая крутая! Я просто в шоке! Ну да, не зря же это больница для миллионеров! Ой, кстати, как раз об этом! Я не смогу заплатить за лечение! Как видишь, я совсем бедная! Ой, ну не беспокойся об этом! Я же не мог оставить просто обычного человека без лечения! Какой же ты крутой! Что в тюрьме? К вам пациент! Кого там еще принесло? Ладно, впускай! Я почти уже закончил! Ох, никак не могу привыкнуть к этому Бену! К этому голосу! Доктор Майк, я пришла! Эмма? Миссис Рози, что вы здесь делаете? О, миссис Рози! Вы, как всегда, на плановое обследование! И, кстати, вы что, знакомы? Да, это моя ученица Эмма! А с ней что-то случилось? Почему она у вас? Ничего серьезного! Не переживайте! Она просто вот немножечко повредила ногу! Но я ее уже подлатал! Фух! Ну и хорошо! А то уже я подумала, что это из-за миссис Рози! Тихо! Не важно, доктор! Не важно! Ну ладно, как скажете! Эмма, можешь, пожалуйста, сесть вон на тот стульчик? Мне нужно смотреть миссис Рози! Присаживайтесь! Присаживайтесь! Этот врач такой классный! Рядом с ним я чувствую себя нужной! Ну вот что с ними, Макс? Это я тупой или чего-то не понимаю? Ха! Может быть и то, и другое! Ты давай лучше не выпендривайся! А лучше скажи, что с нами не так, а? С нами? С нами все хорошо! Это у них что-то с головой! Если ты еще не понял! Макс! Ну нельзя же так говорить про своих девушек! Ты чего? Оскар, а ты что, уже забыл? Ты помнишь вообще, из-за чего мы с ними начали встречаться? Ну, из-за того, что они богатые! Вот именно! Из-за того, что они богатые! Они нам денежку дают? Дают? Мы одеты дорого-богато! Дорого-богато! Ну вот, жизнь в шоколаде! Главное, и дальше притворяться, что мы их любим! Вот и все! Все равно хочется, чтобы была какая-то любовь! А не одна выгода! Ну, тогда расстайся со Стеллой! И найди себе кого-нибудь, чтобы была любовь! И остаться без денег! Ну, этого я уж точно не хочу! Может, как-то поговорить с ними? Все исправить? Слушай, братан! Если ты хочешь пострадать этими сопротивыми отношениями, то скатертью дорожка! А я буду играть в приставку! Да ну это все! Давай лучше в футбол поиграем! Чур, я беру команду Реал Мадрид! А я ПСЖ! Давай, пасуй, пасуй! Давай! Ну же, ну же! Так, миссис Рози, вот и пришли ваши результаты! Все у вас хорошо, все результаты положительные, как видите! Кушайте дальше свои витаминчики, и все будет так же! Ох, вы как всегда меня радуете, доктор! Спасибо вам огромное! Да как всегда, пожалуйста! Это как-никак моя работа врача! Эмма, ты идешь домой? Я хотела бы с тобой поговорить, сама знаешь о чем? Эмма, нет, не иду, мне еще что-то нога здесь немного побаливает, так что я еще немного посижу здесь! Ну, как скажешь, так будь умницей, а с ними я обязательно разберусь! Ага, как же! Слушай, Эмма, о чем это тут миссис Рози говорила? У тебя какие-то проблемы? Да так, пустяки на самом деле, там просто одноклассники немного шутят надо мной! Ну, как врач, по твоему состоянию могу спокойно сказать, что это не просто безобидные шутки! Да, хотела бы и я быть таким же классным, как и ты! Хорошим доктором, который спасает жизни! Так это вообще не проблема! Бен, что нужно сделать для того, чтобы стать доктором в нашей больнице? Закончить школу, 8 лет потратить в медицинском университете, 4 года практики в самой больнице и, конечно же, быть миллионером! Ого! Нет, мне точно не подходит профессия врача! А я могу передать свои обязанности моей пациентке? Что? Исключено! Ваша пациентка не имеет тех навыков, которыми владеете вы! Хорошо, а если я скажу, пожалуйста? Ага, разрешение однокленно! А, ну вот и хорошо! Что? Что ты делаешь? Я же не могу! Я же ничего не знаю! Я не смогу быть врачом! Не волнуйся! Здесь нет ничего сложного! Мне все равно должны были дать пару дней отпуска! А заменой мне будешь ты! Поздравляю! Теперь ты доктор нашей больницы! Доктор Бен! Я уже и доктор Бен! С сегодняшнего дня доктором нашей гигабогатой больницы будет Эмма! Доктор Эмма! К вам пациентки! Пай, давай, проходи! Ну, отпусти их! Бен! О, мой пальчик! Я сейчас упаду и не проснусь от этой боли! Доктор, ну помогите моей подруге! Я уверена, у нее что-то серьезное! А что вы на меня смотрите? Я сегодня не доктор! Все вопросы к ней! Что? Ты? Ой-ой-ой! А где все вообще? Они что, под землю провалились? Или вообще забыли про нас? Мы три часа в футбол играли! У меня в голове одно и то же! Вы забили гол, пас, победа! Я скоро так с ума сойду! Братан, давай, может, пойдем найдем их! А то у меня денег вообще не осталось! А так можно попросить немного! Ах ты, коварный жук! А в комнате так распинался! Про любовь, отношения, все с тобой ясно! Ну и я просто понял, что у деньги важнее любви! Вот и все! Да-да, рассказывай мне тут! Я же тебя полностью знаю! Мальчики! А что вы тут делаете? Уроки уже давно закончились! О, миссис Розень! А вы не видели Бетти и Стеллу? Мы их уже целый день ищем! Бетти и Стеллу? Я видела, как они возле больницы разговаривали, а потом быстро зашли внутрь! Больница? И что они там забыли вообще? У них что, совесть заболела? Пошли вылечить! Я не знаю, что у них случилось, мне это не интересно! Вы лучше мне скажите, зачем Эмму обижаете? А, ту беднячку? Не знаю, потому что я не знаю, что вам сказать! Причины нет! Просто она не такая, как мы! И нам такие не нравятся! Вот и все! Ай, какие же вы все-таки ужасные дети! Все, ждите родителей из школы! Эй! Некайте мне тут! Все, идите, мне работать нужно! Ну ладно, миссис Роза, как скажете! Ладно, пошли искать наших девчонок! Нет! Ну а что они в больнице-то забыли? А я откуда знаю! Иди давай! Ой, одна головная боль с ними! Нужен в отпуск! На Мальдивы какие-то! Ну, ну, ну что я могу тут сказать? А нельзя как-то меня побыстрее осматривать! И желательно не ты! Что там у нее с пальцем? Или ты настолько тупая, что даже палец проверить не можешь? Ну, я просто не вижу здесь никаких повреждений! Палец абсолютно здоров! Сразу понятно, что ты не доктор и ничего не понимаешь! Может, вы меня осмотрите? Я... Нет, девочки, я сегодня выходной! Сегодня никак! Ну вы же видите, что она не справляется! А вы самый настоящий врач! Алло! Ну, может быть, они и правы? Я ведь совсем в этом не разбираюсь! Как это ты здесь не разбираешься? У нее абсолютно здоровый палец! Ты абсолютно права! Здесь нечего лечить! Нет! Он болит! Очень сильно! И нужно, чтобы вы его осмотрели! Так, мне это надоело! Бен, проанализируй! Палец девушки 17 лет! Никаких повреждений нет! Можно выписывать! Кто это говорит? Что это за голос? Можете считать, что это просто врач! И вы его тоже слышали! И палец у вас абсолютно здоров! Слушай, бомжиха, что ты себе позволяешь? Прости, я просто... Ну... Быстро испарилась из моего поля зрения! Иначе ты очень сильно пожалеешь! Мне... Мне нужно отойти! Извините! Эй, ты куда? Тебе нельзя оставлять пациента! Ой, не обращай на нее внимания! Давай лучше пойдем в кино! Там сейчас такую романтическую драму заказывают! Нет, простите! Я сегодня не могу! Мне работать надо! Но ты же сказал, что ты сегодня не работаешь! Не нужно нам врать! Пошли скорее! Там скоро уже кино начнется! Так, журнал запомнила! Ай, побыстрее быть домой! В кроватку! Включу свой любимый сериал! И буду... И буду смотреть всю ночь напролет! Эмма, что случилось? Ой, иди сразу! Ой, я так больше не могу! Я устала! Что случилось? Чего ты плачешь? У тебя опять нога болит? Нет! Дело в другом! Это все из-за Бетти и Стеллы! Я опять Алиц! И что они на этот раз делали? Рассказывай! Я пойду к их родителям и устрою настоящий погром! Нет, миссис Рози, пожалуйста! Не нужно ни с кем разговаривать! А так они еще больше начнут издеваться! А мне этого не надо! Эх, бедная Эммочка! Что же ты пережила? Лучше ничего не делайте, миссис Рози! Со мной все будет хорошо, честно! Я твой учитель и я не могу не вмешаться! Это моя работа! И кстати, почему ты одета как доктор? Это доктор Майк мне разрешил! Сказал, что я могу попробовать роль врача! Ох уж этот Майк, как всегда, в своем репертуаре! И как? Тебе нравится быть врачом? Ну, быть доктором, это, конечно, сложно, но очень интересно! Правда, меня с больницы выгнала Бетти и я даже не успела ничего сделать! Слушай, Эмма, давай сходим в кафе, там посидим, поговорим, ты успокоишься! Да нет, не нужно, миссис Рози, не стоит тратить ваши деньги на меня! Эмма, я хочу тебе помочь, пожалуйста! Ну ладно, миссис Рози, давайте, только я вас предупреждаю, денег у меня нет! Ой, не волнуйся, я за все заплачу, если ты захочешь кушать! Давай, пошли! Слушайте, девочки, у меня действительно нет времени идти с вами в кино! Мне нужно в больницу, и это не обговаривается! Ну уж нет, мы отчетливо слышали, что у тебя сегодня выходной, и ты его проведешь с нами! А если точнее, со мной! Я очень хорошая и гигабогатая девушка, и со мной не заскучаешь! Гигабогатая? За что мне это все? Макс, ты это видел? С кем это они? Что за напыщенный парень? Да видел я, я сам пока ничего не понимаю! Слушай, Макс, а может они нам изменяют? Это же ненормально! Что ты такое говоришь? Как они вдвоем могут изменять с одним парнем? Ну да, бред сказал! А что они тогда с ним делают? Нужно пойти и узнать! Они точно что-то задумали! Все, я пошел! Нет, стой! Видишь, они пошли в кинотеатр! Значит, это точно свидание! Что? Стой здесь! Я сейчас одному парню лицо разукрашу! Да стой, я тебе говорю! Если мы сейчас ворвемся, будет только хуже! А что ты предлагаешь делать? Смотреть, как кто-то забирает мои ходячие деньги! Нам нужно остыть и придумать план! Так что пошли ко мне и придумаем! Ну, я бы пошел и разукрасил ему лицо! Как парень своей девушки! Тьфу ты! Вот, Эммочка, и кафе! Садись! Может тебе что-то заказать? Ты не стесняйся, говори! Да нет, спасибо, миссис Рози! Мне уже и так неудобно перед вами! Ну, Эммочка, я уже не знаю, чем тебя приободрить! А давай я все-таки с ними разберусь! Ну, миссис Рози, я ведь вам уже сказала, что это не поможет! А наверняка сделает еще только хуже! Эти их издевательства вырастут на новый уровень! Ну, должно же быть решение! Я уверена, если я разберусь, то будет только лучше! Нет, миссис Рози, ну пожалуйста! Я ведь вам уже сказала, не нужно мне помогать! Все, я хочу закрыть эту тему! О, Эммочка, я твой учитель, и я за тебя в ответе! Я должна тебе как-то помочь! Миссис Рози, я понимаю, что вы просто хотите мне помочь и сделать как лучше! Но я еще раз вас прошу, не надо, не стоит в это лезть! Тем более, у меня уже у самой есть решение, как это все можно решить! У тебя есть решение? Какое? Давай, говори, может я тебе помогу! Ну, в общем, я подумала, что в принципе я могу уйти из этой школы и все! И жить дальше на мусорке, как и жила! Эмма, так нельзя! Я тебя запрещаю! Это не решение проблемы! Ты убегаешь от нее! Ну, миссис Рози, ну а что мне тогда остается? Я, если честно, не собираюсь терпеть всю свою оставшуюся жизнь вот эти вот издевательства в мою сторону! Ой, Эммочка, ты пойми! Ты должна бороться за свои права! Ты такой же человек, как они! Да, немножко беднее, но это не значит, что они чем-то лучше! Миссис Рози, я все прекрасно понимаю, но если честно, у меня уже просто не осталось сил все вот это терпеть! Я правда устала! Эммочка, ну позволь мне тебя помочь! Я взрослая, я решу твою проблему! Ладно, я тебя поняла, но позволь тебя хотя бы провести домой! Не хочу тебя оставлять в таком состоянии! Хорошо, миссис Рози, но только привезти до дома, дальше я сама! Хорошо, Эммочка, пойдем, но потом мы об этом еще раз поговорим! Хорошо, Рози! Да, да как, да? Да вообще я, я не знаю, что я ему сейчас устрою! Макс, я советую тебе сейчас успокоиться! Твои волнения ни к чему! В смысле, мои волнения ни к чему! Сейчас какой-то парень с твоей девушкой и с моей тоже, алло! Ну и что, братан, мы же с ними все равно из-за денег! Так в этом же и проблема! Как ты не понимаешь, сейчас этот парень все наши деньги из них выкачает! Макс, братан, слушай меня, мы должны быть умнее, понимаешь? Умнее! Да что умнее! Что ты можешь сейчас придумать? Лучше всего сейчас пойти и подраться! Так думают только обезьяны! Короче, садись и слушай меня! Ну давай, рассказывай, Шерлок! Или кто ты там, Эйнштейн? Что ты там уже придумал? Короче, мы можем сделать так, чтобы у нас оказались все их деньги! Нет, ну смотри, ты говоришь, что ты умный! Ну а какой-то сейчас парень заберет все их деньги и ты говоришь какую-то ерунду! Тогда слушай, а что будет, если мы совершенно случайно заметим их, что они нам изменяют? И что будет? Балдаты тупоголовые! Они будут оправдываться и по своей воле давать их деньги! А-а-а! Ну ничего себе ты придумал! Это что, нам даже ничего делать не нужно! И они нам будут сами свои деньги давать! Конечно, Макс! Я же говорю, нужно быть умнее и пользоваться ситуацией! Ну все, пошли к ним! Им будет стыдно и они отдадут свои денюжки! А ну-ка подожди, Макс! Я тут подумал, это будет как-то подозрительно, если мы просто так зайдем к ним в кинотеатр! Подозрительно что? Подозрительным будет тем, что они подумают, как будто мы все это знали! Ну, ну, ну давай мы придумаем какую-то причину, зачем мы пришли в кинотеатр! Ну, точняк! А помнишь, ты говорил в кафе, что боевик новый вышел? Ну, помню! Так давай им скажем, что мы просто пришли посмотреть фильм! Ну и голова ты! Все, пошли! Будем забирать наши денюжки! Что я вообще здесь делаю? Ну как, что-что? Смотришь с нами фильм, Стелла не с нами, а со мной! Ты чисто с нами за компанию пошла, знай свое место! Слушай, Бетти, а тебе не кажется, что ты плохо разговариваешь со своей лучшей подругой? Это ты знай свое место! Ну, девочки, чего вы ссоритесь? Я думаю, вам нужно немножечко остыть! Что ты сказала? Знай свое место! Да ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Как раз таки я знаю, с кем я разговариваю! Я очень хорошо тебя знаю! И твою ужасную натуру! Так, я говорю, успокоились! Мы пришли сюда смотреть кино! Значит, мы сядем и дальше будем смотреть кино! Слушай, Стелла, ты моя подруга только из-за того, что у тебя есть каких-то пара миллионов, не более! А вот значит как! Значит, ты не будешь против, если я стану его девушкой! Понятно? Что, девушкой? Ты меня спросить не забыла, согласен я или нет? Ну уж нет! Я не позволю тебе его у меня отобрать! Он первый мне понравился! Значит, он мой! Нет, мой! Девушки, перестаньте! Я тоже имею права выбора! И вообще, мне больно! Он будет со мной, Бетти! И точка! Нет, со мной! Я гига богата! И он будет мой! 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 Вот видишь, что ты с ним сделала? Из-за тебя он упал! Из-за меня? Да это ты психанула! Ненормальная! Ну что, братан, готов? Погнали! Ох, братан, сейчас боевик посмотрим! Классно будет! И не говори! Жалко только наши девчонки где-то пропадают! Что? Что здесь произошло? Да ничего такого! Она себя вести стала, как ненормальная! Что? Ты все врешь! Это ты стала ненормальной! Ребят! Он не дышит! Что? Да не может такого быть! Ты не врешь? А зачем мне врать? Я что, на клоуна похож? Так, а ну в сторону! Оскар, помоги! Срочно идем в больницу! Ему нужна помощь! Это ты во всем виновата, Бетти! Это только твоя вина, не моя! Нет, нет, нет! Это ничья! Он просто сам упал и все! Может, вы меньше будете ссориться? И поможете нам? Давайте, идемте! Эмма, а тебе прям нравится профессия доктора? Ну да, и это все благодаря доктору Майку! Можешь не говорить, я ведь тоже девушка и без слов понимаю о твоих чувствах! Спасибо, что вы меня понимаете! Я тогда тебе желаю успеха в становлении доктором! Это все-таки сложный путь! Да, я знаю, но я уверена, что благодаря доктору Майку у меня все получится! На помощь кто-нибудь, помогите! А кто это кричит? А голос со стороны похож на Макса! Что у них случилось уже? Это не мы! Какой тяжелый мы! А что у вас опять произошло? Что с ним? Миссис Ройзи, он не сдышит! Помогите ему, мы не знаем, что делать! Майк! Мы нашли его в кинотеатре, уже в таком состоянии! Я не знаю, что произошло, но в этот момент они были с ним! Он сам упал! Мы здесь ни при чем! Можете даже не смотреть на нас! Ну ага, так я вам и поверила! Потом с вами разберусь! Да это честно, не мы! Ну почему вы нам не верите? А я, Эмма, вся надежда на тебя! Меня? Только ты сможешь что-то придумать! Но в первую очередь его нужно завести в больницу! Погнали! Чем быстрее, тем лучше! Я? Да нет! Я не смогу! Я же не доктор! Я обычная школьница! Я и... Эмма! Я верю в тебя! Ну ладно, давайте быстрее бежим! Так неудобно! Давай по-другому! Да! Давайте скорее заносите его! Ложите его на кушетку! Бомжик, а ну сделай уже с ним хоть что-нибудь! Или тебе не поздоровится! Ты это прекрасно знаешь! А ну молчать! Не отвлекать меня, ясно? Ну же, Майк, давай! Мы тебя спасем, не переживай! Все будет хорошо! Бен, срочный анализ! Доктор Майк, анализ! Травма головы и причины остановки сердца! Необходимо срочно сделать пассаж сердца! Поняла тебя! Хорошо! Я надеюсь, все будет хорошо! Я тоже! Ну же, давай! Должно же сработать! Мы не хотели, Кен! Это было случайно! Мы не виноваты! Мы все там! Он же был не против! Да вы можете помолчать хоть немного! Последняя надежда на ТТМ! А вы уверены, что у нее что-то получится? Она же бедная неудачница! И стала она доктором внезапно! Она даже не знает, что делает! Да все я знаю! Не мешайте мне спасать жизнь! Ой, надеюсь, все будет хорошо! Ну же! Давай! Очнись! О, нет! Эмма, ты сделала все, что могла! Я... Я... Я не... Это я... Это я вина всему! Состояние стабилизируется! Больс в норме! Давление в норме! Вы спасли вложить в Доктор Эва! Что? Ура! Это точно теперь не из-за нас! Как же повезло! И не говори, подруга! Это было так страшно, что я чуть бы не посидела! Что я? Где я? Моя голова, она раскалывается! Ты в больнице, Майк! Ты упал и потерял сознание! Ты чуть не умер! Как больно! И ты... И ты меня спасла, Эмма! Да, я спасла тебе жизнь, Майк! Ой, полегче! Эмма, мне все еще трудно дышать! Фух! Ну что ж, Макс, мы уходим! Остер, мы тоже уходим! Не хочу уже даже видеть эту больницу! Нет! В смысле нет? Наконец-то у меня открылись глаза на тебя, Бетти! Так поступать с нами! И особенно с ним! Вы должны быть настоящие монстры! Что? Оскар, ну ты не так понял, походу! Мы же не виноваты! Макс, это правда? Ты что, не веришь в свои девушки? А ты и не моя девушка! Мы расстаемся! И мы тоже, Стелла! Я видеть тебя больше не хочу! Что? Эй, мальчики, стойте! Ну что ж, вот карма их и настигла! Ладно, я тоже пойду, а ты, Эмма, проследи за своим пациентом! Ой, доктор Эмма! Спасибо, миссис Рози! Я за ним обязательно посмотрю! Все будет хорошо! Ты молодец, Эмма, я тобой горжусь! Спасибо, Майк! Это все благодаря тебе! Ну, что я могу сказать? Все, вы полностью здоровы! Можете идти! Спасибо, доктор Эмма, я пошел! Обязательно возвращайтесь, если вдруг заболеете! Ух, на сегодня это был последний пациент! Как же все-таки хорошо быть доктором! Доктор Эмма, посетитель! Что? Только что же ушел мой последний на сегодня пациент! Записей больше нет! А это не пациент! Привет! А я вот решил прийти и проведать тебя! Ух ты, Майк! Привет! А эти цветы что, мне? Да просто решил прийти цветы тебе подарить, сделать приятно! Узнать, как тебе эта работа! Привыкла ли ты уже? Да, я уже привыкла! Конечно, немного тяжеловато на первое время, но зато очень интересно! И это все благодаря тебе, Майк! Ну, я же твой муж, конечно! А если бы вы, доктор Эмма, несколько лет назад сюда не пришли, всего этого не было бы? Да, Бен, ты как всегда прав! Ну что, Эмма, у тебя рабочий день окончен! Не против ли ты сходить со мной на свидание? Я, конечно же, не против! Пойдем скорее! Доктор! Срочно доктора! Моей дочке нужна помощь! Вы, пожалуйста, помогите! Я прошу! Что? Что, Сэмм? Быстрее! Ложите на душе отбор! Моя, моя любимая! Где препараты? Препараты! Это не она твоя любимая, а моя! Отдай сюда препараты, не мои! Да что вы спорите в такой момент? Лучше помогите Эмме! Если бы не эти двое, с Эммой было бы все хорошо! Пап, да что сразу мы и все, а? Ей само плохо стало, при чем тут вообще мы? Потом с вами разберусь! Главное, чтобы врачи помогли Эмме! Эмма, проснись, пожалуйста! Я подарю тебе горы денег! Так как я и деньги лучше со мной в старай, чем с тобой в особняке! Лечите мою дочь, болваны! Эх, доченька, надеюсь, с тобой все будет хорошо! Я думаю, что бы не случилось, если бы мы только не отправились в больницу! Отдайте! Мой телефон, глупые сестры! Это не ваша вещь! Ага, размечталась! Ты там скрываешь что-то! От любимых сестер не должно быть секретов! Ну, мам, пап, скажите что-то Виолетте и Сьюзи! Ах, ты ж я беда! Так, дети, что здесь происходит? Виолетта, Сьюзи и Эмма, да сколько можно ссориться? А мы и не ссоримся, просто играем, да, Эмма? Нет, они забрали мой телефон, а это моя личная вещь! Сказала такое! Ну ладно тогда, лови свою личную вещь! Нет! Нет! Сьюзи, ты видела, как она упала в воду Мора? Девочки, прекратите смеяться над Эммой! Она могла пораниться! Эмма, давай я помогу тебе встать! Эмма? Эмма! Что там, Розик? Что с Эммой? С Эммой, она не просыпается! Кажется, она потеряла сознание! Что, Эмма, а ну просыпайся, не шути так с нами! Да она по-любому прикалывается! А ну давай вставай, чего ты лежишь? Нужно было налить телефон и не падать! Так, все, нужно срочно идти в больницу! А вы двое, марш в свою комнату! Что? Ну почему? Что слышали? Вы обе наказаны! И чтобы до нашего прихода с комнаты не выходили! Да как, как они вообще смеют нас наказывать? Мы ведь даже ничего не сделали! Она просто упала! Вечно эти родители за нее! Бесить до шути! Не говори, все лучше ей, красивые ей! Как будто у них одна дочь, а не трое! А знаешь что, сестра? Что? Ты что-то задумала? А давай сделаем так, как они нам сказали! Только к их приходу мы сделаем маленький сюрприз! Сюрприз? О чем ты? А, сюрприз? Ну сюрпризы все любят! Какой прекрасный день! Деньги, как всегда, в кармане! Скоро на Мальдивы! Нет ничего прекрасного! Что, разорался с утра пораньше? Не видишь, что бедные врачи спят! Ты чего меня пугаешь, бомж? Ты чего под больничной кушеткой спишь? Забыл, где твой сарай или что? Сам знаешь, что я бедный! Сарай не сгорел! Вот я и в больнице решил себе скромненькое место сделать! Ты? Да ты просто невыносим! Как вообще так получилось, что я работаю с таким, как ты? Ну как, как? Мы же в одной группе учились в медицинской! Можно сказать так, с судьбой связаны! Ха-ха-ха! Да тебе до меня еще несколько жизней пахать! У тебя ни мозгов, ни денег! Да я, да я вообще-то клятву давал! Сейчас, какую я клятву давал? О, дантиста! И ничего я не ступой, понял? Это клятва вообще-то называется гиппократа! Ты не уч... Доктор, у вас аж двое тут! Нам срочно нужна помощь! Нашей доченьке стало плохо! Упала и потеряла сознание! Ага, конечно-конечно! Скорее ложите ее на кушетку! Будем ее сейчас засматривать! Вы, родители, можете уходить! Мы вас позовем, когда мы ее проверим! Ну-ка, скажите! Пошли, милая! Ой, надеюсь, моей доченькой все будет хорошо! Так, с чего бы начать обследование? Какая она красивая! Ага! Она как спящая красавица! Может, поцелуй им ее разбужу? Это что, дурак! К пациентке целоваться лезть совсем совести нет? Ну, а я... А я что? Может, метод лечения такой есть? Я не знаю! Это я должен ее поцеловать! Я более достойный! Чего? И ты называешь себя врачом? Стойте позор! Да я... Да я доктор вообще! Это медицинских наук! А ты... А ты никто! Да какой ты доктор, червяк! Что ты там сказал? Что ты сказал, червяк? Ты что ответила? Ты что ответил? Я отвечаю! Четыре поить! Это ческакли! Да ты червяк! Ты кто? Где их носит вообще? Мы уже как час здесь бардак набели Они торчат в своей больнице Как будто бы специально домой не возвращаются Либо знают, что мы можем что-то натворить Достали Слушай, Виолетта, может самое что-то серьезное случилось? Нам же еще влетит Ой, да что с ней может случиться серьезное? Максимум потеря сознания и все Но все же, не знаю, мне как-то боязно Так, я не поняла, ты трусиха или что? Может, стань еще в защиту этой Эммы? Нет, сестра, ты чего? Я всегда буду с тобой Мы же с тобой как эти, Биба и Боба То ты же Может позвоним родителям, спросим, чего они так долго? Будет как-то подозрительно И что нам теперь? Убирать этот бардак что ли? А зачем? Не надо ничего убирать Мы это и так все оставим Родители приедут и будут в шоке Давай лучше пойдем и поедим печенек О, неплохая идея, сестра Папиных любимых? Ну конечно, чьи еще? Доктор, вы чего орете? Эмма, ты проснулась? Ой, как же я рада, доченька любимая Доченька, с тобой все хорошо Ты что меня внимаешь? Отцепись от меня Это ты первый начал меня убивать Я, конечно, извиняюсь, но вы кто все такие? И что я здесь делаю? Чего? Ну нет Как такое могло произойти? Она же просто упала на пол Упала, упала, а головой могла сильно удариться Слушай, а что ты помнишь вообще? Красивая девочка Я помню только ваши крики, когда я проснулась Ой, как стыдно Эмма, меня ты помнишь? Я твоя мама, Розик Простите, тетя, но я вас совсем не помню И вас, дядя, тоже Ой, мама, беги Доктор, скажите, пожалуйста, как вернуть ей память? Это же не навсегда, я надеюсь Ну, смотрите, ее нужно, получается, вернуть в ту среду, где она жила Там, там, может, память вернется, я не знаю, наверное А, ну, тогда нужно спешить как можно скорее Идемте, мои дорогие, идемте Эй, куда вы мне везете? Я не хочу Эмма, мы пытаемся тебе помочь Идем в твой дом, чтобы к тебе вернулась память Дом? Ну, у меня есть дом, серьезно? Ну да, конечно, идем скорее, мы тебе его покажем Главное, не забудьте прийти еще на одно обследование, повторное Хм, нужно будет к ним прийти в гости Под предлогом проверки здоровья Эммы Чтобы я смог с ней сблизиться И она меня полюбила Идиот! Ты что смеешься, клоун? Видишь, у Семневого горе случилось На себя посмотри Смеешься, как клоун в цирке А на меня еще тележку флотишь Так, не знаю, как ты, бомж Но у меня еще есть личные дела Я иду домой Ну раз так, у меня тоже рабочий день закончился Я иду к себе У меня же нету сарая Значит, я тут остаюсь Какие же вкусные печенья, я не могу Если папа узнает, что мы едим его печенье, то нам мало не покажется Давай, доедай скорее Вот, ты помнишь этот коридор? Эту ламочку? Помнишь? Да нет, вообще все это впервые вижу Ну что же это такое? Ну как ей память вернуть? Ой, мам, папа, вы уже пришли А чего это вы так долго в больнице этой были? О, девочки, и вы уже тут Эмма, присаживайтесь Нужна ваша помощь Помощь? Наша? Да, если коротко, нам доктор сказал, что у Эммы амнезия И нам срочно нужно вернуть ей память Это что, она совсем ничего не помнит? Ее вещи можно будет себе забрать Я как дам забрать ее вещи? Вот, Эмма, смотри, это твои сестры, Биолетта и Сьюзи, помнишь? Ммм, что смотришь на меня? Глаза лишние, что ли? Нет, не помню Этих злых и страшных девочек я не помню Как они вообще могут быть моими сестрами? Страшные? Ты намекаешь на то, что мы страшилы? Да я тебе сейчас Виолетта, успокойся Эмма, может ты кухню помнишь? Ой, вспомнила Сэм, дай мне печенье Точно, печенье Она же любит то же, что и я Спасибо, любимая Секунду Опа Не понял Кто съел все печенье? А это не мы Это, наверное, Эмма, папа Да, она же память потеряла И не скажет, что съела Ну, это она съела печенье Сто процентов Эх, тогда я вообще не знаю, чем ей вернуть память Ой, точно Нужно ей показать ее комнату Девочки, быстро покажите ее комнату Комнату, говорите, да? Ну да, а что? С ней что-то не так? Я сейчас пойду и посмотрю Эмма, подожди С нашей комнатой все нормально Да, мы сейчас сами покажем Нашей любимой Севси Ее комнату Ой, Сэм Я даже не знаю, как вернуть память Нашей доченьке Не волнуйся, Роди Я уверен, что это ненадолго И все вернется в прежнее русло Так, цветы есть Деньги есть Красивые я есть Конечно Думаю, все получится Так, я на месте Вроде чистый И даже не воняю Успех так и ждет меня Смотреть нужно, куда ты идешь Что ты здесь делаешь, бомж? Это я должен спросить Что ты здесь делаешь, мажор? Я вообще-то навещаю свою пациентку Узнать, как ее выздоровление проходит Ага, так я тебе и поверил С цветами такой весь в препарате Главное, не как ты В каком-то там лохмаче И своню на километр Эй, я вообще-то сегодня не сильно воняю И вообще, имею уважение Ой Так, не морочи мне голову И так за тебя уже нервы потратил На, купи себе что-нибудь Эй Ты никуда не идешь Я вообще-то иду к пациентке Понятно? А ты ничего не перепутал? Это моя пациентка И я ее осматривал Так, богатый Буратино На дряхлых ножках Ты со мной не спорь Иначе не будешь работать доктором Понял? Твои угрозы, знаешь ли, мне До одного места А ну пропусти Не, не пропущу ты Ты остыешься здесь Ты меня понял И это моя комната? К сведению, это наша комната тоже И до потери памяти ты оставила такой бардак Стыдно быть такой сестрой Стыдно вообще-то, Эмма А это точно я все сделала Я сомневаюсь, что я в своей комнате могла устроить такой бардак И я вообще-то чистоплотная Ты еще и нашим словам не веришь? Ты потеряла память Алло, очнись Лучше давай здесь, тут убирайся за собой А вот и не буду Че ты сказала? Мне не послышалось В смысле не будешь? Не мы это все разбросали Я уверена, что все это сделали вы Чтобы меня подставить От вас таки веет С жалостью Ах ты мелкая зараза Ты нам хочешь что-то предъявить, а? Нет Совсем нет Просто я могу судить, что родители любят больше меня, чем вас И если я пойду и расскажу им, что весь этот бардак навели вы То вам не поздоровится, не правда ли? Ах ты ж Ты не посмеешь Да ну Мам! Тихо, ты никого не позовешь, мелкая Ну тогда вы и убирайте весь этот бардак Ну а я пока пойду и отдохну Хорошо? Пока Она что, совсем обнаглела, что ли? Такое чувство, что она не потеряла память А притворяется, чтобы нам отомстить Ты так думаешь? Ага Нужно будет разузнать об этом Кого это еще принесло? Родители что, гостей ждут? Не знаю Пошли посмотрим Ну пошли, лично я это убирать не собираюсь Я тоже Иду, секунду! Что там еще принесло? Я говорю, что это я проверю ее, а ты можешь идти Нет, это ты иди на свою свалку Что? Что здесь происходит вообще? Остан Привет, Эмма Как ты? Как твое самочувствие? Тебе уже лучше? Отстань Ты вспомнила что-нибудь? Это я, кстати, тот врач, который тебя обследовал Нет, не вспомнила А что вы вообще тут забыли вдвоем? Я пришел проверить твое состояние Кстати, эти цветы тебе Ух ты, какие красивые! Спасибо, мне очень приятно Да ты, я тебе... А я вот Это тебе Спасибо, наверное Эй, Эмма, кто там к нам пришел? Подвините, Виолетта, я из-за тебя ничего не вижу Вижу Вау Обалдеть! Мечта! Приятно познакомиться, девочки Вы, наверное, ее сестры, да? Здоровья, ваш дом! Выйди отсюда! Он такой красивенький! Он такой миленький! Не могу! Эмма, а ты не хочешь пойти со мной? Я там вычитал одно интересное упражнение, которое поможет тебе вернуть память Ух ты! Ну, конечно, я не против А куда пойдем? Пойдем, наверное, в кафе Там как раз тепло и комфортно Эээ! Это я ему предложу это упражнение Поэтому я иду с вами Нет, никуда ты не пойдешь Это я иду с Эмма А ты пойдешь домой Мне не нету Ты не угадал Обойдешься, я иду с вами Это Эмма Она строит глазки этому богатому врачу Нужно вмешаться Пока Здорово, она мило улыбается Аж прет от злости Извините, что я вас отвлекаю А можно мы с вами пойдем? Мы с сестрой Эммой и поможем, чем сможем Ну, эх, ладно, можно Чего стоите? Идем уже Лечить меня будем Да, конечно Сэм, к нам кто-то приходил? Я убирала с номерку и ничего не слышала А, эх, эх, что? Кто приходил? Молоко привезли? Это я у тебя спрашиваю, дубина Чего спишь 3 часа дня на улице? Ну, эх, ты знаешь, сколько я нервов потратил с потерей памяти Эммы? Мне что, нельзя отдохнуть уже? Я, как видишь, горбачу здесь с уборкой, чтобы хоть немного отвлечься от этого Ну, у тебя свои методы, у меня свои Ты убираешься здесь, а я сплю Кажется, все отлично Так ты скажешь или нет, к нам кто-то приходил? Я просто какой-то шум в коридоре слышала Да не знаю я, я же спал, чего пристал? Эмма, Виолетта, Сьюзи, вы дома? Тишина, может они пошли втроем прогуляться на улицу? Ой, да не говори ерунды, чтобы они втроем пошли гулять, то скорее метеорит упадет в небо Ну, а вдруг Виолетта и Сьюзи решили помочь Эмме вернуть ее память? Прогулка, они же сестры все-таки, не всегда им быть злыми Да они всегда обижали Эмму, ты думаешь, они вот так вот быстро поменялись что ли? Ну, разве все возможно? Я уверен на сто процентов, что они хоть и ссорятся, но любят Эмму А я в этом очень сильно сомневаюсь Ой, видишь бы они не сделали только хуже своими действиями Любимая, я уверен, что все будет хорошо Врачи сами нам сказали, что память должна вернуться к Эмме Ну да, дело говоришь Мне тоже нужно немножко вздремнуть, чтобы меньше нервничать Вот, а это уже правильно, дневной сон очень полезен По телевизору слышал Ну а ты меньше свои телевизоры смотри Лучше мне помогай с уборкой, что развлекся? Эй, ты же сама сказала только что, что хочешь вздремнуть, так вздремни Так, ты мне мозги не композируй, вставай, Сенька, убирайся Ладно, ну и что там со упражнением на память? Зачем мы сюда пришли, если мы ничего не делаем? Ну, Виолетта, ты можешь отпустить мою руку? Мне нужно показать упражнение А, нет Я не отпущу Сьюзи, а ну отпусти меня немедленно, мне нужно Эмме помочь О, такие сильные руки, сразу видно, что сильный врач, еще и красивый Ну, я так понимаю, что упражнения отменяются, да? Да Нет Так, короче, упражнение называется Вспомни все за минуту Сейчас я тебе все расскажу и покажу А может, да ну его эти упражнения Лучше закажем коктейли и ближе познакомимся Вот, согласна с тобой, сестра А то с этими вашими докторскими штучками совсем же скучно стало Давайте лучше поговорим про шоппинг Так, девочки, изначально я сюда позвал первой Эммой Я ее врач, я должен ее лечить Поэтому вы сейчас идете домой и нам не мешаете Нет Это ее мозги, пускай сама ее возвращает тебе память Сама упала и потеряла память, пусть сама ее и возвращает без вашей помощи Так, мне, мужик, все надоело Голова уже раскалывается из этого гурдома Я лучше пойду домой и отдохну Эмма, подожди Ну и скатертью дорожка, Эмма Ты и так здесь была лишней Смотри, не упади там по дороге Но зачем вы все портите-то, а? Я почти смог остаться с ней наедине А мы вставляем свои пять копеек Достали Ой, перестань, Макс, давай лучше в четвером сходимся в кино Ой, точно, там как раз новый фильм вышел Вместе посидим, попкорн покушаем Никуда мы не пойдем Мы, между прочим, очень важные врачи Да, и только что мы отпустили нашу единственную пациентку Из-за необразованных каких-то Ой, все, откаты не принимаются Грейте свои полки и пойдемте уже в кино Я убила Ой, с этой уборкой-то меня вымотала Рози, дети еще не пришли, не знаешь? Не, еще не пришли А как-то они уж очень долго просто гуляют Не к добру это Родители, которых я забыла Я уже дома У нас есть что-то покушать? О, Эмма пришла Доча, иди скорее на кухню, высадись А ты кушать хочешь, да? Ничего, а может я тебе чаю сделаю? Тебе говори, не стесняйся Нет, чай не хочу Да и вообще, я ничего не хочу Я так замахалась ходить туда-сюда Ужас просто А где Виолетта и Сизи? Мы думали, что ты с ними гулять пошла Они тебя хоть не обижали? А то они могут, ты знаешь А, ой, я не знаю, что получается Да нет, они меня не обижали Разве что врачей мы их забрали Они вообще не понимают, для чего они В смысле, врачей забрали? Эмма, к тебе что, приходили врачи? Ну да, они пришли и сказали, что нашли какое-то новое упражнение для моей памяти Мы пошли все вместе в КП А Сизи и Виолетта Прилиты к ним, как жвачки Не давали им слова сказать Ой, вот же монолитние заразы Моих сестры память отшибло Они не помочь, ничего делать не хотят Ничего их не учат Еще и уважаемым врачам покоя не дают Они же не могут выполнять свою работу Так, нужно будет с ними серьезно поговорить Согласна, Мина Нет сил больше это терпеть Ну ладно, я пока пойду в гостиной прилягу А то ноги болят Может быть вспомню еще что-то Иди, доченька, иди Если надо будет что-то отдать, только скажи Надо будет к этим врачам в больницу с Эммой зайти А то уже столько времени прошло Она до сих пор ничего не помнит Дело говоришь Только ужин нужно сделать А то в холодильнике пусто И вот сразу пойдем Псс Псс, мажор Чего тебе, чего тебе, бомж А чего мы, чего мы делаем здесь Ну, я не против на халяву попкорн покушать Ну, что мы тут забыли Не знаю, чего ты меня спрашиваешь Я вообще не хотел с этими девчонками никуда идти Мальчики, чего вы там шушукаетесь Сейчас будет самый классный момент в фильме Мистер Макс, а у вас в случае нет девушки? О, дайте мне сил Нет, нету Мне тоже очень интересно У вас есть, мистер Макс, девушка? А, нету Я же вижу, что ты такой парень при деньгах Деловой доктор И как это так, что у такого парня нет девушки? Не знаю, судьба так решила Ту самую еще не нашел Вернее, нашел Серьезно? Ну и кто же она? Я как бы тоже ее нашел И она будет лучше со мной смотреться, чем с тобой, мажор И у тебя есть, Макс? А ну быстренько мне скажи, кто же это? Это самая красивая, умная и с характером девочка Это точно я, точнее Ну же, говори быстрее мое имя А еще, очень милая, добрая и красиво одевается Сьюзи, Сьюзи, ну давай же скажи мое имя, давай Ну и кто же это? Это вас не касается Что? А что чего? Своё вам личное рассказывать? Личное, не публичное Знаете такое выражение? Если не знаете, то запомните Так, все, мне в больницу пора Работаю доктором как-никак И я вообще-то тоже Мне нужно препараты проверять Клизму поставить И кровать под койкой заправить нужно А то я забыл Эй, Майк, ты куда постой? Макс, ну скажи, кто твоя судьба? Мне же интересно О, да они оба по-любому имели ввиду эту Эбу Чтобы она провалилась где-то Она их заколдовала или что? Если бы она не потеряла свою память То и не познакомилась бы с ними А все из-за того, что ты решила кинуть ей телефон Молодец, Сьюзи Это еще и я виновата Иметь совесть, Виолетта Если бы она не упала Все бы было бы хорошо Ну знаешь что? Пошли скорее домой Придумаем, что сделать с этой Эммой Согласна Нужно сплотить исполна Чтобы она к ним даже не приближалась Вот и отлично Договорились, идем Ой, что же нам такое придумать с этой Эммой? Не знаю Может, давай сломаем все ее вещи? Да, Сьюзи Очень хорошая идея Ты думаешь, нам это хоть как-то поможет? Ну, я считаю, да Отомстим ей И как раз поиздеваемся над ней Нам нужно ей отомстить как-то так Чтобы она к этим докторам даже на шаг не подходила Ты понимаешь? Ну, не знаю Давай ее лучше выгоним из дому Скажем родителям, что она потерялась Не, ну ты вообще головой соображаешь, что ты говоришь? Она сейчас сидит с родителями Вот как мы ее выгоним из дома Ну да, ты права Тогда я не знаю, что Нам нужно сделать что-то такое Чтобы Эмма больше никогда не виделась с этими врачами И чтобы наконец поняла, что мы главные в этом доме, а не она Ну, если мы что-то такое придумаем, то сможем забрать этих врачей Так, что же нам такое сделать? Может, нет, это не подходит Может, да, нет Виолетта, ты сейчас так сидишь, как наша училка по биологии Ой, молчит нам вообще сиди Ничего придумать даже не можешь Ну а что, я виновата, что ничего придумать не могу О, я кажется придумала Самый лучший вариант для нас Ну, давай говори, чего томишь Мы сейчас вместе с тобой идем в гостиную Где сидит Эта Эмма вместе с родителями И говорим им, что она не потеряла память Чё? А ну продолжай И тогда они начнут в ней сомневаться А в предотче мы еще и скажем, что она влюбилась в этих парней Как тебе? Парней, ты про кого? Про врачей? О, если они об этом узнают То Эмми запретят с ними общаться Ну а мы их себе заберем Да, сестренка, это просто самая лучшая идея Которая могла мне когда-нибудь прийти в голову Ну, тогда давай все отрепетируем Чтобы мы не заикались И чтобы родители нам поверили Так, хорошо, давай представим Ты мама, а я вот моя Мам, ты представляешь? Эмма на самом деле не теряла память Она нас всех обманывала Доченька, это правда? Эмма, так нельзя делать, ай-яй-яй А еще, эти врачи, которые к мне приходили Она в них влюбилась, ты представляешь? Эмма, ну я от тебя такого не ожидала Все, ты теперь наказана И с ними больше общаться не будешь А вы с Юди, с Виолеттой, молодцы Так, все, хватит, не переигрывай Ты у нас актриса не очень хорошая Давай, пошли, отрепетировали Вообще-то я хорошая актриса Ну ладно Ну что, Эмма, ты что-то вспомнила? И, кстати, яблочко вкусное? Да, вам очень вкусное, спасибо Но нет, к сожалению, я ничего не вспомнила Вот как? Как тебе вернуть память, Эмма? Может, давай собирайся в больницу и пойдем к этим врачам? Ну нет, я думаю, что сейчас эти врачи заняты чем-то другим В кинотеатре Ну вот как? Как вернуть тебе память, Эмма? Может, давай собирайся и пойдем к этим врачам? О нет, мне почему-то кажется, что эти врачи заняты сейчас чем-то другим А, в смысле? Что ты имеешь в виду? Ну, просто когда я в последний раз видела этих врачей, то они с Виолеттой и Сьюзей сидели в кафе А, точно, ты же нам говорила на кухне И они до сих пор не пришли Что они там все вместе делают? Все, давай, Сьюзи, заходим, как репетировали Мам, пап, у нас есть к вам новость Это по поводу Эммы О, так вы все-таки пришли, мои дорогие Ну давайте сначала выслушаем вас А потом я буду вас ругать Ругать? Это еще за что? Ну, а вы давайте говорите, что там насчет Эммы А потом будем говорить за что Ну ладно, в общем, мы узнали, что Эмма вас обманывает Что она потеряла память Что? Да что ты такое несешь? Да что ты такое говоришь, Веретт? Такого не может быть Нам врачи сказали, что она потеряла память Если вы врете, вам вдвойне прилетит Нет, мама, это абсолютная правда А в придаче у нас с этими врачами крутит шуры-муры Представляете? Да что вы такое про меня ой поговорите, а? Это абсолютная ложь Эмма, когда мы были с тобой в кафе Мы видели, как ты на них смотрела И как они на тебя смотрели Так что не отнекивайся Ты думаешь, почему мы с тобой пошли? Чтобы тебя проверить Да вы пошли со мной только потому, что вы хотели сблизиться с этими врачами А не я Так, а тут уже поподробней А то я начинаю сомневаться, что это правда Не слишком ты себя подозрительно ведешь Я уже начинаю думать, что Виолетта и Сьюзи правы Да как вы можете им верить? Это же очевидная ложь Вы же сами на свои глаза этого не видели Так почему вы им верите? Потому что ты жалкая обманщица, Эмма Так что давай не отнекивайся и говори всю правду Любимая, я даже не знаю, кому верить Это очень все странно Не говори, любимая Как же меня это уже все настало Родители, перестаньте их слушать Они просто обманщицы Ты что вообще оборзела? А ну иди сюда Как же это нас уже настало? Ну чтобы ты вообще не появлялась на связи Эмма! Вот что с тобой? Виолетта, что опять? Да нормально все с ней Эмма, давай вставай Садолбало притворяться Ну, Виолетта и Сьюзи Это уже во второй раз И ни в какие ворота не лезет Зам, чего ты сидишь? Да я ее иду в больницу Да мама, она притворяется Так, вы двое Живо с нами в больницу Там уже и разберемся Виолетта, кажется все пошло не по плану Не так, как мы планировали Так, ладно, что сделано, то сделано Идем за ними в больницу, уже разберемся Доктор! Стар, срочно доктор Моей дочке нужна помощь Пожалуйста, помогите, я прошу Что? Что с Эммой? Быстрее, ложись ее на душевку Моя, моя любимая Где препараты? Препараты? Это не она твоя любимая, а моя Отдай сюда препараты, а не мои Да что вы спорите в такой момент? Уже помогите Эмме! Если бы не эти двое С Эммой было бы все хорошо Пам, да что, сразу мы и все, а? Ей само плохо стало Причем тут вообще мы? Потом с вами разберусь Главное, чтобы врачи помогли Эмме Эмма, проснись, пожалуйста Я подарю тебе горы денег Так какие деньги? Лучше со мной в сарай, чем с тобой в особняке Лечите мою дочь, болваны! Эх, доченька, надеюсь с тобой все будет хорошо Я думаю бы не случилось, если бы мы только не отменили в больницу А ты что, предлагаешь ее оставить на полу? У нас не было выбора, Рози, ты понимаешь? Да мам, пап, мы же вам уже говорили, что она притворяется Она на самом деле не теряла никакую память, а делала это для того, чтобы вы еще больше ее жалели Что вы за бред несете? Я лично у нее диагностировал амнезию Ага, и вообще я тоже диагностировал этот диагноз И вообще, врете здесь только вы Да скажите уже хоть что-то вы! Что с моей дочкой, а? Сейчас, сейчас, вожи препараты А я пока ей одеяло свое дам Оно, правда, немного грязное, но главное, чтобы она не мерзла Эммочка, любимая Ты очнешься? Эмма! Эмма! Эмма, доченька, как хорошо, что ты проснулась! Ты когда снова потеряла сознание, я думал, позитие в моменте Мама, папа, что случилось? Я ничего не помню после этого момента, как Сьюзи кинула мой телефон У тебя вернулась память? Ура! Стоп! Это значит, что она не помнит события, когда потеряла память? Вот облом! Да, это все прекрасно и бла-бла-бла Может, хватит с ней сюсюка, так как с маленькой? А может, вы ее накажете за то, что она делала шуры-буры с врачами? Кстати, оттуда, уважаемые врачи А ну-ка расскажите мне про ту ситуацию, про которую говорят девочки Что? Мистер Сэм, ваши дочки врут, я уважаемый доктор наук, я бы ни в жизни такого не сделал А я вообще, гляду, аристократа давал! Думаете, я из таких, стыдный позор вам, Сэм? Гиппократа, придурок! Так, я все понял! Сьюзи и Виолетта вы наказаны! Целый месяц под домашним арестом! Что? Мама, это не честно! А ну, урод, на замок! Мы ведем Эму домой отдыхать, а вы изменяйтесь перед докторами! Пошли, Эма, мы тебе кушать купим, все, что ты захочешь! Спасибо, мамуля-папуль! Да! Да она, да она точно все помнит! Она просто жалкая врунья! Девушки, мы с вами как-то договоримся, вот, держите! Я вам дам огрызки, у меня их очень много не есть! Держите! Держите, я найду здесь что-то вкусное! Ну и теплое! В общем, скоро начнется учебный год, и я хочу быть самой популярной девочкой в школе! Ты, наверное, забыла, красотка, но ты такой и есть! И меня это бесит! Ты что-то сказала, Бритни? Я не услышала! Да нет, тебе показалось, я молчала! Ну-ну, молчала она, трусишка! Вот, закрой! Ай, осторожней! Тихо, эмма, молчи! А то они сейчас разозлятся! Что ты сказала, беднячка? А ну, повтори! Так, где же взять участников? Меня бесит такое ваше отношение! Да ты бедная! Как тебе и нужно? Точно! Двоих я уже нашла! А вы смотрите, куда бросаете! Здесь вообще-то люди стоят! А где ты здесь людей увидела? А ну, молчать всем! Мам, а ты чего здесь? Здравствуйте, мисс Рози! Всем привет! Мне нужна ваша помощь! Давайте быстрее, мы очень спешим! Вы, девочки, будете участвовать в конкурсе на лучшую студентку колледжа! Что? Нет, нет, нет! Это не про нас! О, конкурс! Конкурс! Это не обсуждается! Ну, ладно! Все равно всегда хотела узнать, кто из нас лучше Виолетта! Не боишься проиграть Бритни? Ха, нисколечки! Так, так, так! Нам нужна еще одна претендентка! О, а вот и еда! Со мной поделись, Эмма! Я так голоден! Держи! Спасибо! Кажется, я ее нашла! Почему мама не идет? Что она там делает? Понятия не имею! Давайте посмотрим! Поздравляю! Вы третья участница в конкурсе лучшей студентки! Что? Поздравляю, подруга! Ты этого заслуживаешь! Мисс Рози, наверное, издевается! Да я сама в шоке! Меньше разговоров! Итак, девочки, я жду вас всех в классе! Там расскажем все условия! Класс! Молодец! Ты туда не пойдешь! Скажешь, что потерялась! Поняла? Ну уж нет! Это мой шанс! И я его точно не упущу! Отойди! Ага! Да уж, тебя только что опозорили, подруга! Ну или я сейчас устрою? И как всегда, нас оставили одни! А пойдем в компьютерные игры поиграем! Раз девочки заняты! Погнали! Эмма, ты такая умничка! У тебя все обязательно получится! Слышишь? Получится! Я тоже на это очень сильно надеюсь! Так, сейчас они придут сюда, и я обязательно объясню им все! Мы должны участвовать в этом конкурсе! И получить денежный приз! Здравствуйте! И еще раз! Я уже на месте! Хорошо! Садись! Сейчас девочки придут, и мы начнем! Я веду вас в курс дела! Продолжение следует... Продолжение следует... Да уж! Как говорится, богатство портит людей! Меня не интересует, кто начал! Послушайте меня! У меня очень много дел! Прости! Слушаем! И даже записываем! Итак, конкурс состоит из двух частей! Первое, это вы должны представить свои таланты! Таланты? Ты что шутишь? Интересненько! Нужно будет что-то придумать! Да уж, с этим будет сложновато! Но я умная! Я справлюсь! Вторая часть заключается в том, что вам нужно самостоятельно подготовить платье для Бала! Ну, а потом мы выберем победителя! Ну, мам, это же бред! Согласна! Не люблю ничего делать! Ай, молчать! Или я тебе лишу карманных денег, Виолетта! Я все сказала! Карманных денег? Я думала, у тебя золотая карта, а ты как и все! Дорогуша, тебе до моего уровня еще далеко, так что чао! А это мы еще посмотрим! Нужно рассказать все Сэму! Он точно поможет мне что-нибудь придумать! А ну, стоять, беднячка! Чего тебе, Бритни? Чего ты так кричишь? Откажись от конкурса! Тебе не место рядом с такими, как мы! А это не тебе решать! Твое богатство не дает тебе никаких привилегий! Или, может быть, ты боишься конкуренции? С кем? С тобой? Это же смешно! Тогда не лезь ко мне! Лучше иди и готовь свой талант! У нас не так много времени! Накалка! Это вы вообще не понимаете, с кем вы имеете дело! Я должна, должна любой ценой победить в этом конкурсе! Чего бы мне это ни стоило! Вот так вот замечательно! А когда примем участие в конкурсе, будет еще больше денег! Мам, как ты могла такое сделать? Доченька! Доченька, ты чего кричишь? Что случилось? Ты же знаешь, как меня бесит все эти конкурсы! У меня нет на них времени! А время на дорогих машинах кататься есть? Ну да! А в дорогих ресторанах кушать время есть? Мам, зачем ты это сравниваешь? Мам, ответ мне! Ты одеваешься в лучших кутиках нашего города! Правда? Зачем мне тебе отвечать, если ты сама знаешь, что да? Ну тогда подумай, доченька! Откуда берутся такие большие деньги? И не нервируй меня! У меня же нет никаких талантов, мам! Ну а ты найди! Ты же у меня умная! Просто нужно немножечко подумать, и у тебя все получится! Бесишь меня! Что ты говоришь? Вырастешь, поймешь! Ведь деньги с неба не падают! А у меня будут падать! Очень надеюсь, что так и будет! Лучше, эти детки! Никогда не слушают взрослых! Никогда! Интересно, а где дети подевались? Целых денег нет! Я уже стар! Кто мне помогать будет? Как я это все сам сделаю? Привет, пап! Ну, привет, доченька! Только о тебе вспоминал! Поможешь мне? Ну, я сейчас немного занята! Ты не знаешь, где Майк? Он говорил, что они с Максом готовятся к контрольной! И сказал, что он позже подойдет! Вот подлец! Я ему сейчас покажу контрольную! Ну и что-то не так, доченька! Да нет, все так! Я его сейчас найду и приведу сюда, папа! К сожалению, в наше время можно надеяться только на себя! Пора убирать! Но что скоро посетители придумают! Как же мне сложно! Ну что же мне такого придумать? Что? Привет, Тэма! Как там все прошло? Вполне нормально! Только вот я не знаю, что мне делать! Так расскажи мне, я помогу тебе! Честно, тебе не сложно? Нет, конечно! Мы же друзья! Я с радостью это сделаю для тебя! Спасибо тебе огромное, Сэм! Я и не ожидала! Говори давай, что нужно сделать? Я должна найти свой талант! Как думаешь, что это может быть? Проще простого! О чем ты? Я уже полчаса здесь хожу и ничего придумать не могу! Ты же прекрасно рисуешь, Эмма! Покажи ему одну из своих картин! Я уверен, все будут в шоке! Точно! Спасибо тебе! Сэм, ты такой умный! Да, не за что! Обращайся! Я всегда рад тебе помочь! Так, теперь нужно их где-то здесь найти! Мне кажется, что это будет немного сложновато! Я думаю, я их где-то здесь видел! Ну, давай, 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 Эмма! Я одолею тебя, Макс! Ага, мечтай! Я играю лучше, чем ты! Ду-ду, бей, бей, давай! Так вот ты где, Майл! Я тебя уже везде обыскалась! А ты, как всегда, в свои игры играешь! Чего ты так кричишь, Бритни? Да она просто истеричка! Я тебя вообще-то уже полчаса ищу! Пошли в кафе, разговор есть! Ты не видишь? Я занят! Да-да! А меня это не волнует! Или ты хочешь, чтобы я папе рассказала, что ты не домашнее задание делаешь, а играешь! Вместо того, чтобы ему помогать, а? Ладно, иду! Прости, Брок! Да ладно, я все понимаю! Вот так-то лучше! Пошли, быстрее! Да иду я, иду! Да уж, как хорошо, что у меня есть Виолетта! Она очень богатая, у меня нет таких проблем! Кстати, пора бы навестить ее, а то мне нужно уже обновить гардероб, потому что хожу в каких-то обмозках! Ну ага, талант, еще чего! Ничего мне больше делать! Что это за звук? Странно, тут урок нахо! Кто-то стучит, кто-то может быть! Ну же, Виолетта, открывай! Хоть бы она была дома! Посмотрим, кто там! Приветик! Макс, а ты что здесь делаешь? К тебе пришел! Сейчас я возьму шубу, и к тебе вывезу! С нетерпением жду! Бывай скорее! Сейчас! Я поссорилась с мамой, и сейчас не лучшее время для встреч, Макс! А может, прошвырнется по магазинам? Ну не знаю! Ранее ты ничего не боялась! Это вообще не похоже на тебя! А знаешь что, пошли! Нечего мне дома сидеть и грустить! А вот это уже моя, Виолетта! Погнали! Погнали! Закрой там же рот, Бритни! Ты так всех клиентов нам испугаешь! Ты просто мне завидуешь, что у тебя нет такого прекрасного голоса, как у меня! Прекрасного? Ты шутишь? Ты вообще себя слышала? Рот закрой, Майк! Ты вообще глупый! И у тебя нет слуха, и ты ничего не понимаешь! Сама рот закрой, Бритни! Задолбала! Какой невежливый ужас! Да что у вас здесь происходит? Вас аж на улице слышно! Вы же всех распугаете! Он недооценивает меня, папа! И не может признать, что я лучше него! Ты? Да для тебя только деньги важны! А мозгов вообще нет! И что? В жизни больше ничего не имеет значения! Дурак! Тише! Я очень прошу вас! Слышите, я сейчас прошу убирать! Тишина! Майк, сходи в униформу, купи нам в кафе! Пора обновить! А может это все-таки я сделаю? Я больше понимаю в ноги! А он пусть столы убирает! Нет, я уже все решил! И точка! Хорошо, папа! Скоро буду! А ты, Бритни, помоги мне сделать новые пирожные! Хочу посетителей порадовать! Как же меня уже все это задолбало! Ой, папа, я ушел и забыл! У меня же совсем нет денег! Может, дашь немножечко? Вот, держи! Только недолго! Хорошо! Скоро буду! Еще и деньги ему дают! Как же мне бы хотелось быть на его месте! Не возмущайся, дочка! У нас дела! Пойдем! Пошли! Ну вот, как тебе? Как думаешь, эта картина достойна победы? Это одна из моих лучших! Конечно! Выглядит, как будто я ее нарисовал настоящий художник! Ой, ты мне истишь, Сэм! Да нет! Я говорю тебе правду! Если бы было не так, я бы сообщил! Спасибо тебе! Мне очень приятно! Ну что, какая вторая часть конкурса? Рассказывай! Нужно сделать себе платье из подручных материалов! О, это будет посложнее! А что, слишком тяжелое задание, да? Думаешь, мы не справимся? Да нет! У нас точно получится! Ты пойдешь показывать всем свою картину, а я за это время обязательно что-то придумаю! Договорились! Пожелай мне удачи! Удачи! И знай, Эмма, что ты самая лучшая! Самая лучшая? Я знаю! Пошла! Эмма, Эмма, знала бы ты, как я к тебе отношусь! Я бы все сделал, чтобы еще раз увидеть твою прекрасную улыбку! Так вот, все сделано! Только бы сегодня много клиентов пожаловал! Я чувствую, что должен быть прибыльный день! Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин, молодые люди! Вам что-нибудь подсказать? Да нет, мы сами выберем, спасибо за беспокойство! Если что, зовите, я буду здесь, на месте! Почему ты так добра к ней? Ты что, заболела? Да нет, я просто решила не грубить людям, которые работают! Они же выполняют свою миссию! Странная ты какая-то! Выбирайте вещи, ребят! Чего стоите? У нас так много товаров! Вы сможете выбрать что-то подходящее! И правда, Макс, выбирай вещи! И не нужно мне рассказывать, что я делаю не так! Ладно, хорошо! Вот это я, пожалуй, возьму! Это! Это! И вот это мне подойдет! Еще это! Мне все подойдет! Вот это платье! А мне все эти вещи! И еще... Вот это! Эти все товары вы будете сейчас покупать? Конечно будем! Любимая, я платишь! Конечно я плачу! И зачем мне женские туфли? Так, хорошо, хорошо! За это все будет 5000 долларов! Будет карта или наличка? Карта! Она же у меня безлимитная! Можно было еще что-то выбрать! Как-то я совсем продешевел! Так, можете оплачивать! Хорошо! Ну что там, что там? Извините, пожалуйста, но ваша оплата не прошла! Виолетта, а что это значит? Понятия не имею! Быть такого не может! Еще раз попробуйте! Да, конечно, без проблем! Сейчас! В этот раз все получится, я уверена! Извините, пишет, что на вашей карте недостаточно средств! Это что, какая-то шутка? Мы что, не сможем купить вещи? Это похоже, мама заблокировала все мои счета! Макс, может придем немного позже или купим это все? А знаешь что? Для начала разберись со своими проблемами, а потом ко мне подходи! Понятно! Но, Макс! Да уж, девушка, не повезло вам с парнем! А вас вообще никто не спрашивал, ясно? Ладно, простите, молчу! Какие-то проблемы, Виолетта? Моя карта заблокирована! И Макс обиделся на меня из-за того, что я смогла купить ему вещи! Что ты из этого всего хотела? Девушка выбрала вот это платье! Красивое, правда? Да, очень! Сколько оно стоит? Эм, две тысячи долларов! Это мой шанс! Папа дал мне деньги на униформу, потом ему все объясню! Эм, так что, вы брать будете? Да, будем! В смысле, так я же... Молчи, я все решу! Вот, возьмите! Спасибо, сейчас я вам его запасую! Не нужно было, у меня и так много вещей! А это так, просто приехать! Такая девушка, как ты, достойна всего самого лучшего! Так, вот, возьмите ваш товар, носите с удовольствием! Спасибо вам! И тебе, Майк! Пойдем, я проведу тебя до колледжа, скоро ведь конкурсы начнется! Я совсем забыла, пошли! До свидания, хорошего дня, удачи на конкурсе! Взаимно! Да уж, сначала один парень, а потом другой! У моей молодости такого не было! Но, платье купили, и меня это радует! Вот мы уже и на месте! Спасибо тебе, что провел меня! И за платье отдельное спасибо! Не за что, может прогуляемся после колледжа? С удовольствием! Очень бы хотелось узнать себя поближе! Что здесь происходит? Почему он стоит с моей Виолеттой? Я же просто хотел проучить ее! Посмотрим, посмотрим! Мне бы хотелось узнать тебя получше! Удачи на конкурсе! Спасибо, я сейчас покажу маме свои таланты! Она еще не знает, на что я способна! Встретимся позже! Договорились, пока! Какая же она красотка! Как я рад, что встретил ее в магазине! Да что ты говоришь! А я считал тебя другом! Хе-хе, в смысле? О чем ты? Мы и есть друзья! Ответь мне! Почему ты провожаешь мою девушку, Май? Потому что ты с ней плохо поступил! И вообще, как я понял, тебе нужны от нее только деньги! А это уже не твое дело! Держись от нее подальше! Я сам решил, что мне делать! А это мы еще посмотрим! Дурак! Меня так бесит, как он поступает с Виолеттой! Ведь он ее совсем не любит! И это очевидно! Интересно, где девочки? Конкурс должен начаться с минуты на минуту! Здравствуйте! А я не опоздала? Да нет! Как видишь, ты первая пришла! Это хорошо! А то я очень не люблю опаздывать! Оно и видно! Такая хорошая и пунктуальная девочка! А я и не знала! Здравствуйте! Привет, Бритни! А ты Виолетту случайно не видела? Нет! Я вообще без понятия, где она! Странно! Они же вроде дружили! Вот что значит участие в конкурсе! Ну ладно, еще подождем! Привет! Как хорошо, что вы две собрались! Теперь можем начинать конкурс! Бритни, а зачем тебе яйцо? Отстань, Виолетта! Не твое дело! Да, я тоже задаюсь этим вопросом! Интересно, зачем она ей... Ну ладно, у богатых свои причуды! Это твой талант, что ли? Всегда знала, что ты к курице! Это для моего шикарного голоса! Глупая! Да уж, девочки, как всегда! Ничего страшного! Настройся МАИ, не обращай на них внимания! Помни, что тебе говорил Сэм, что я самая лучшая! Прекрасно! Не вести себе! Итак, начинаем! Кто первый хочет представить свой талант? Пожалуй, позже! Давайте я! Я хочу! Так как у нас только один желающий... Выходи, Эмма! Супер! Иду! Очень надеюсь, что им понравится! Интересно, что же эта беднячка умеет? Только в мусорке рыться! Это точно! Тишина! Показывай, Эмма! Вот, смотрите! Что это? Это ты на помойке нашла? Да нет, я это сама нарисовала! Не обижайте Эмму! А картина же прекрасная! Это настоящий талант! Спасибо! Мне сам всегда говорил, что я красиво рисую! Но я ему не верила! Не зря! У тебя очень хорошо получается! Спасибо, что ты с нами поделилась! Можешь садиться? Вам спасибо большое! Да уж, рисовать картины это талант! У меня нет времени на такие глупости! Не так! Следующим свой талант представит ли я? Ну ладно, пусть будет так! Проходи, Бритни! Удачи мне! Фу, ненавижу яйца! У-у-у-у! А-а-а-а! Ну нет! Что это? А-а-а-а-а! Это провал! Да уж! От этого все птицы улетят! И ребята помнят уже близко ей будут подходить! А-а-а-а! Мы уже поняли, что твой талант это пение! Спасибо, что оценили! Я очень рада, что ты так уверена в себе! Пока что можешь присаживаться! Хорошо! Да уж, на данный момент победитель очевиден! И это буду и я! Очень надеюсь, что деньги не помогут ей выиграть! И нас будут судить по справедливости! Виолетта, ты последняя! Прошу тебя представить, что ты умеешь! Мой талант это я! Я прекрасна! И этим все сказано! Ясно! Никто и не сомневался! Виолетта, это все, что ты подготовила? Ну да! Этого должно быть достаточно! Спасибо всем, кто подготовился! А кто не очень! Итак, в этом конкурсе побеждает... Только бы я! Только бы я! Точно я! В моей победе никто не сомневается! Эмма! Спасибо вам огромное! Я очень надеялась, но даже не думала, что он у меня выйдет! Мам, ладно, нечестно! Я же так красиво пойду! Не разумею очки, Бритни, это ужасно! Ну и ладно! Следующий конкурс точно за мной! Ну-ну, надейся! Ну что, девчонки! Идите готовиться к следующему конкурсу платья! Спасибо вам! До встречи! Пока-пока! Постоять! Что, мам? Девушка, объясни мне! Это что только что было? Ну а что мне еще делать? Ты на меня кричишь, заставляешь меня! Ты прекрасно знаешь, что мне это все не нравится! Ты могла бы и постараться! Ты же моя дочь! А так позоришься! А нечего мне настроение портить и карту мою блокировать! Ну, видела, да? Ты же должна была быть в комнате! Могла бы хотя бы предупредить! Между прочим, я из-за тебя с этим парнем Максом поссорилась! А я тебе говорила, Виолетта, что он тебя не достоин! А я сама решу, кто достоин, а кто нет! Мама! Я уже не знаю, что с ней делать! Надеюсь, эта ситуация покажет, кто есть кто! Сейчас Майк принесет униформы, и мы сможем заработать еще больше денег! Привет, пап! Что случилось, сынок? Почему ты такой грустный? Потому что я не сделал то, что ты просил! Да как так? Должно быть, тебя что-то отвлекло! Или обидел кто? И собрал все твои деньги! Если честно, я потратил все на подарок одной девушке! Девушке? Я впервые слышал, что у тебя есть девушка! Ну, мы с ней не вместе пока, но очень хотелось бы! Надеюсь, она достойна этого! Ведь деньги придется отрабатывать! Конечно, достойна! Она идеальна! О, Майк! Как хорошо, что ты здесь! Я тебя искала! Ну, прийди! А он мне тут рассказывает о униформе! Что я как раз не был в магазине! Интересно, как там, Майк? Это все мои мысли только о нем! А вот и он! Нужно подслушать их разговор! Странно, но ладно, мне не очень интересно! Ты должен помочь мне с платьем! Жду тебя в салоне красоты! А у меня есть право выбора! Нет, даже не надейся! Он будет помогать Бритни? Ну и предатель! Не думала, что он так поступит! Мог бы и отказать! Что, считаю, что делать в платье вместе с Бритни это наказание куда сложнее, чем работа в кафе! А может, мы поменяемся и ты не поможешь? О нет, сынок! Я на такое не подписываюсь! Ладно, я пошел, ты как! Беги, беги! Удачи! Спасибо! Она мне сейчас точно пригодится! Интересно, как там справилась Сэма? Все ли у нее получилось? Я так переживаю! Сэм, можешь меня поздравить? Я же говорил, что ты выиграешь! Я в тебе не сомневался! Представляешь, Бритни решила, что она умеет классно петь! Но это не так! А Виолет вообще ничего не подготовила! Ну, конечно! Всегда я говорил, что богачи очень самоуверенные! Это уж точно! Мне так повезло! А я за это время кое-что нашел для тебя, как мы и договаривались! И что же это? Смотри! И что же это такое, Сэм? Мусорные пакеты! Специально для тебя украл! Ну и зачем они нам? Платье делать, глупышка! Ты же говорила, из подручных материалов! Из мусорных пакетов? Ты правда думаешь, что это хороший вариант? У нас пока нет денег, чтобы что-то купить! Но мы сделаем его красивым! Я тебе обещаю! Вот увидишь! Ну, это уже хоть что-то! Тогда начинаем! С удовольствием! Я помогу его тебе сделать! Я уже даже придумал как! Смотри! Ну вот как он мог со мной так поступить? Я считала его хорошим! А это еще кто? Одумался что ли? Ну же, Виолетта, пожалуйста, возьми трубку! Ну конечно, еще один! Алло! Чего тебе? Привет! Давай встретимся в КП! Я очень хочу с тобой поговорить! Да нам не о чем с тобой разговаривать! Понятно? Я очень прошу! Я кое-что приготовил для тебя! Ладно! Через 15 минут буду на месте! Хорошо! Спасибо! Уже бегу! Посмотрим, что же он хочет мне сказать! Надеюсь, ей понравится мой подарок! И она простит меня! Ведь мне так нужны деньги! Я не могу потерять ее! Я думаю, денежное платье на конкурс будет выглядеть отлично! Привет, сестра! Чем тебе помочь? Мы должны сделать платье из этих купюр! Что? Это же глупо и некрасиво! Какая безвкусица! Молчать! Твое мнение никто не спрашивал! Что? Я же хочу помочь тебе, чтобы ты не выглядела как посмешище! Посмешищем я буду, если послушаю тебя! За работу! Нечего тут языком пипать! Как скажешь! Но у меня вообще-то есть еще дела! Так что нужно справиться быстро! Ха! И какие же! Мне аж интересно стало! А это уже не твое дело! Становись! Будем делать твое платье из денег! Хорошо! Так бы и сразу! В таком платье я точно всех одолею! Очень сильно в этом сомневаюсь! Мой мальчик влюбился! Помню себя в его годы! Когда я встретил их мать! Отличное было время! Так, я еще нет! Я пришел вовремя! Здравствуйте, молодой человек! Вам что-нибудь принести? А у вас есть то, за что мне нужно платить? Ну, могу предложить вам воду! Отлично! Именно ее и хотел! Давайте, несите! Хорошо! Интересно, с каких это пор у Макса нет денег? Ранее он сорил ими налево и направо! Подозрительно как-то! Привет! Любимая, привет! Я купил для тебя подарок! Да ты что, как ты заговорил? Подарок купил! Деньги нужны, что ли? Да нет, как ты могла так подумать? Я же от чистого сердца! Ваша вода, молодой человек! Спасибо! С каких это пор ты пьешь воду? С этих! Посмотрим, что там! Ну как тебе, красивая правда? Нет! Мне не нравится ни цвет, ни пацан! Это все, что ты хотел мне сказать! Ну, я так старался, выбирал! В магазине сказали, что это самое лучшее! Очень в этом сомневаюсь! Ответь мне, Макс! Ты меня на самом деле любишь? Ну да, конечно! Или тебе только мои деньги нужны, а? Как хорошо, когда ты не очень богат! Искренность чувств проверять не нужно! И так все видно! Но и они тоже! В нашем мире без денег никак! Чего и стоило ожидать! Подожди! Виолетта, может ты одолжишь мне пару сотен? А то кушать очень хочется! Ты смотри, какой нархал! А ты самоуверенная принцесса! Принцесса! Что? Что слышала? Нет, нет, нет! Только не вода! Мне же потом все это убирать! Получай! Вали! Ты неволеновешанная психованная истеричка! Пусть будет так! А ты без меня волк! Ненавижу! Ненавижу! Молодой человек! Может вы уберете после себя? Еще чего! Это твоя работа! Сам бери и убирай! Да уж! У меня хоть деньги есть и бизнес свой! Не то, что у тебя, глупый мальчишка! Слышишь? Чтобы твоей ноги больше здесь не было! Понял? Я уже готова! Интересно, Виолетта снова что-то придумает или выберет все-таки нормальный наряд? Нет, мам, я вообще не хочу идти! Доченька, а что с тобой? Это тебя кто-то обидел? Да нет, просто я хотела тебе сказать, что ты была права! Я, конечно, очень рада это слышать, но в чем, дорогая? Макс просто подлец, которому нужны были только мои деньги! А я давно говорила, чтобы ты с ним расходилась! Это еще не все, мам! А что еще? Говори скорее! Ритни оказалась очень подлой и зависной! Я ее считала своей подругой, но готова по головам пойти ради победы! Так бывает, Виолетта! Нужно просто вовремя понять это и вычеркнуть этих людей из своей жизни! Ты была права! Прости меня, пожалуйста, что я тебя не слушала и обижала тебя! Да ладно! Я все равно очень сильно люблю тебя! И я тебя! Кстати, отлично выглядишь! Спасибо! А ты что, не будешь идти на второй этап конкурса? Если честно, я не против, но мне абсолютно не в общем идти! Со всеми этими проблемами я и забыла об этом! Как? А то платье ручной работы, которое принес курьер! А разве не ты заказала? Что? Я понятия не имею, о чем ты! Пойдем посмотрим, кто тебе его прислал! Пошли! Очень интересно посмотреть! Пап, привет! Я хотел у тебя кое-что спросить! Да, сынок! Что тебе нужно? Мне... Я хотел, чтобы ты мне доложил деньги! Что, сынок? У тебя проблемы! Я с ними разберусь! Да нет, пап! Просто скоро второй этап конкурса! Я уверен, что Виолетта не успеет со всеми этими проблемами сделать себе платье! Виолетта? Так это она та самая таинственная незнакомка, которая скружала тебе голову! Да, я кое-что придумал! И мне нужны деньги на материалы, чтобы реализовать свой план! Вот, держи! Что ж ты сделаешь ради сына? Спасибо, пап! Я не ожидал, что ты так легко мне их отдашь! Ради настоящей любви мне ничего не жалко! Спасибо тебе! Ты лучший! Я знаю! Ведь в юности я был таким же, как и ты, сынок! Ну вот, проходи, доченька! Где же оно? Ну вот, я положила его на кровать! Странно, кто бы это мог быть? Может, Макс? Да нет, это не мог быть он! Он же без твоих денег никто, Виолетта! Ну и то правда! Вау, какое оно красивое! Согласна! У человека должен быть отличный вкус, чтобы сделать такую красоту! Мне очень сложно угодить, но это платье просто восхитительно! Доченька, посмотри, там должен быть еще какой-то листок! Сейчас посмотрим! Здесь написано, что платье не сравнится с моей красотой! Майк! И что же это за таинственный Майк? А ты помнишь брата Бритни, мам? Ну да, его папа еще владеет местным кафе, правильно? Да, это он! Он неплохой парниша, ответственный и симпатичный! Полностью с тобой согласна! Так, ты переодевайся, а я жду тебя на финальном этапе конкурса! Теперь я туда должна обязательно пойти, ведь он ждет моей победы! Итак, второй этап конкурса начинается прямо сейчас! Интересно, что же обелить Виолетта? Надеюсь, это придет! Первая участница Эмма! Встречайте! Эмма лучшая! Всем привет! Неплохой костюм, Эмма! Не слушай! Ты лучшая! Ты самая красивая! Спасибо! Мы самым сделали его из подручных материалов! Ну и видно! Молодцы! Вторая участница Бритни! Бритни, давай! Приветик! Как экстравагантно! Прекрасно выглядит! Я знаю! Это платье ручной работы, которое я сделала сама! Ну конечно, кто бы сомневался! Ничего себе, сколько денег! Я должен покорить эту Бритни! Ведь деньги мне сейчас нужны! Безвкусица! Эмма, вперед к победе! И последняя участница Виолетта! Заходи! Виолетта, давай! Интересно! Пришла все-таки красавица! Всегда было интересно, какое же платье себе сделает Виолетта! Приветики! Какая же она крутая! Взгляд не отвести! Опа! Вот это уже интересно! Это платье из чистого золота! И подарок от одного прекрасного человека! В смысле? Но мы же должны были сделать его своими руками! А никто вам не запрещал принимать подарки и просить о помощи! О, добрыва! Красотка! Эмма, ты все равно прекрасная! И без золота! Да как вообще так? Это не честно! Итак, победительницей конкурса и бесплатное обучение в колледже выигрывает! Только бы повезло! Только бы повезло! Я и держу победу! Я это чувствую! Мне нет правды! Я должна оправдать ожидания Майка! Виолетта! Да! Нужно срочно с ней помириться! Ну как так? Как же мне жаль! Но она и правда была очень сильной конкуренткой! Не расстраивайся, красотка! Для меня ты самая лучшая! Здесь все куплено и построено! Больше ни секунды не хочу здесь находиться! Ну и вали! Виолетта, может помиримся? Ты издеваешься? Нет, конечно, Макс! Вали отсюда! Из моей жизни тоже! Ну и ладно! Бритни, любимая, вернись! Я так расстроилась! Да уж! Ты держала победу достойно! Поздравляю тебя! Это все благодаря тебе, Майк! Нам пора идти сам! Да, пошли! Погодите! Мам, можно я кое-что скажу? Да, доченька, говори, конечно! Если это моя победа, и я могу делать с ней все, что захочу! Правильно? Да, доченька, так оно и есть! Она твоя! Эмма, подойди, пожалуйста, ко мне! Что? Сам ты это слышал? Да, иди, подруга, это твой шанс! Ладно! Ты очень старалась! У тебя прекрасный талант! Ты по-настоящему заслуживаешь этой победы! Поэтому эту корону я отдаю тебе! Это замечательный поступок! Я не ожидал такого, Виолетта! Но ты молодец! Ты сейчас серьезно? Поздравляю, Эмма! Ты и вправду большая умничка! Спасибо, спасибо, спасибо! Я всю свою жизнь мечтала об этом! Молодчинка, Эмма! Я же говорил, что ты победишь! Самое главное, это верить! Ну, а теперь мне пора! Хорошего вам вечера! Спасибо, Виолетта! Я даже и не знала, что ты такая хорошая! Да я и сама не знала об этом! Но один прекрасный человек показал мне, какая я на самом деле! Позволишь ли ты мне пригласить тебя на вечернюю прогулку, Виолетта? Конечно, пошли! Я всегда об этом мечтала! Я так счастлива, Сэм! Я настолько счастлива! И я! А сейчас я могу тебе в кое-чем признаться? Да, конечно, говори! Я очень давно люблю тебя и не знаю, взаимны ли эти чувства! Но если нет, то мы можем остаться друзьями! Взаимны! В последнее время ты стал мне очень дорог, ведь показал мне, насколько ты хороший человек! Ты будешь встречаться со мной? Да, да, конечно буду! Я так рад! А теперь побежали! Я приготовил для нас романтическое свидание! И светит фонарей на лавочке! А я даже и не знала, что ты такой романтичный! Раньше для меня никто таких свиданий не готовил! Я знаю! Ну что, погнали, красотка, праздновать твою заслуженную победу! Погнали! Ведь я действительно этого заслужила! Отпустите! Отпустите! Я не хочу! Отпустите! Отпускайся! Лейла, запустите! Ага, тащи! Я не хочу! Я не хочу! Отпустите! Отличная работа, сестренка! Да, теперь она точно никому не будет говорить, что она наша сестра! Я больше так не буду! Честно, с тройняшками так не поступают! А уже поздно, бедняжка! Больше твои обещания не прокатят! Пошли, Бритни! Оставим ее где-то далеко! Вот, как раз отличное местечко! Да, круто ты придумала! Оставить ее в лесу! Ну ничего, я им еще покажу! Ух, наконец-то избавились от этой назойливой сестры! Ага, я уже устала терпеть этот позор! Надеюсь, она больше никогда не объявится! Не надейтесь на это, сестренки! Да сколько уже можно издеваться над нами! Ну ты и негодяйка! Девочки, я же просто с вами играю! С чего вы такие злые? Слушай, играйся отсюда! Она уже все как вас пропадает! Я была в помойке от тебя! Неправда! Это мои духи! Уходи отсюда! Уже вонючка! Эй, девочки! Откуда она у меня? Фу! Ну вот так-то лучше! Не маняет! Бритни, это уже невыносимо! Сколько бы мы ее не выгоняли, она все равно возвращается! Согласна! Слушай, а может мы перейдем в другой город от нее? Странная идея! А что насчет школы? Ой, ну переведемся в другую школу! Это же не проблема с сестренкой! Ну не знаю, какое-то сомнительное предложение! Девчонки, мне моих духов и на вас хватит! А-а-а-а! Что ты делаешь? Да уху! Эй, стюсь, у меня олимпены, эти дешевые духи! Ну почему же? Я хочу, чтобы от вас вкусно пасло! Убирайте отсюда! Все еще считаешь переезд плохой идеей? Надоела мне уже эта игра! В одну игру раз десять уже играем! Ну я могу переключить, если хочешь! Да не надо! Ты посмотри лучше, какие девчонки нам в класс перевелись! А кто они вообще такие? Ты серьезно? Не знаешь их? Нет! Рассказывай давай лучше! Это гигабогатая Бритни! А это Лейла! Тоже богатая, но не настолько, как ее сестра! Они еще и сестры! В точку, дружище! Тройняшки! А третья тогда где? Не знаю, я ее никогда не видел! Может не особо известная личность! Интересно вообще, откуда ты их знаешь? Бро, ты какой-то странный сегодня! Это же самые богатые девчонки мира! Они все знают! Ладно, ладно, посмотрим на них еще! Только чур, Бритни моя! Ну ты и логолаз, конечно! На, получай! Получай подарок! Ребята, перестаньте, пожалуйста! И хоть там веселье, зануда! Я знаю, получай! Получай! Ну привет, красавчики! Как делишки? Ах, нигеть! Привет, девчонки! Я Оскар, кстати! А это мой друг Кевин! Добро пожаловать в нашу школу! Привет! Я Кевин! Рад вас здесь видеть! Хм, а ты красавчик, Кевин! А я, а я, разве не красавчик? А ты тоже не чёток! Что? Бритни сказала мне комплимент! Ээээ, дружище, дружище, что с тобой? Приди в себя! Оскар, чтобы всё хорошо! Эта школа неплохая, мне нравится! Наша, конечно, была побогаче, но зато без нашей надоедливой сестрёнки! Привет, Тули! Ой! Оскар! А это ещё кто? О нет, только не это! Что ты здесь забыла? Фух, я так долго ехала, вы себе не представляете! Ну надо же было как-то доехать в другой город! От меня вам не избавиться! А вот это, походу, и третья сестра! Проваливай отсюда! Ну, сестрёнки, чего вы такие злые? Лучше покажите мне новую школу! Да ни за что! Ошивка! Эй, девочки, вы куда? О, привет! Меня Сьюзи зовут, а тебя как? Ты правда хочешь знать? Ну, конечно, мы же теперь одноклассники! А почему она такая бедная? Эй, вы что себе позволяете? Я не бедная, у меня стиль такой! Не обращай на них внимания! Пойдём я лучше, покажу тебе всё здесь! С удовольствием! Что в этой школе вообще происходит? Я в шоке! Эх, Эй, Оскар! Ну, рассказывай мне, кто здесь кто? Бритни и Лейла, две богатые девчонки! Можешь о них мне даже не продолжать! Они же мои сестрёнки! Что? Вы же совершенно разные! Ага! А к тому же, мы ещё и тройняшки! Ну, тогда начнём знакомство с меня! Я сам люблю делать уроки! Иногда в шахматы играю, читаю много! Всё ясно, ботан! Эй, не говори так! Я отличник, а не ботан! Ладно, ладно! Теперь расскажи мне про остальных! Ну, у нас есть два красавчика школы! Вот, кстати, и они! Эй, Сьюзи, что с тобой? Сьюзи! Да, да, слышу! А как зовут того светленького мальчика? А, это Кевин! Самый крутой парень школы! Даже не знаю, в чём его крутость! Ведь я в тысячу раз круче! Ага, ага! Наконец-то хоть кто-то согласился с этим! А то постоянно одни издевательства! Ладно, пойдём, Сэм, ты мне ещё двор школы не показал! Вот, точно!